Это все костюмы Железного Человека в китайском Майнкрафте, от Марка 1 до Марка 85, и даже две версии Халкбастера. Я снова пробрался в эту секретную версию Майнкрафта и потратил на эти аддоны 12 тысяч китайских алмазов. Первые семь костюмов мы смотрели в первой части, а сейчас посмотрим на остальных. Это, наверное, лучшая модель Халкбастера, которую я видел в Майнкрафте, но для его использования требуется костюм Марк 43. И пока мы будем на него смотреть, надо отправить спутник с Вероникой в космос, чтобы потом вызвать Халкбастера. Эти китайские аддоны имеют очень проработанные анимации и эффекты. Можно использовать репульсеры, запускать ракеты, ну и, конечно, летать. А новая способность этого костюма это сканирование территории, после чего все мобы в зоне действия подсвечиваются. Ну что ж, приготовьтесь, я нажимаю на кнопку вызова Халкбастера, и мы видим тот самый спутник в космосе, который выпускает Веронику на землю. И теперь костюм начинает прилетать по частям и собираться на мне. Да, такое можно увидеть только в китайском Майнкрафте. Опускаемся на землю и смотрим на его способности. Начинаем с открытия маски, где внутри можно увидеть Марк 43. Вот так он может драться, а нажав на кнопку, можно усилить удары, сделав кулаки электризованными. Для второй способности нужно выбрать цель, после чего он запирается в клетке и получает урон. А потом она вот так вот ломается. Некоторые способности сейчас недоступны, и для них надо заменить руку. Ну и давайте это сделаем. Для этого есть специальная кнопка, где можно выбрать, какую часть брони нужно заменить. И Вероника это сделает. Не просто так же она за мной все время летает. С новой рукой я могу использовать заряженный удар. Надо дождаться 100% заряда. И... Бам! Варден отлетел с одного удара. Или я могу подхватить врага и начать пинать его, прямо как это было в фильме Эра Альтрона. Со временем части костюма действительно ломаются, и их нужно заменять. Выходим из Халкбастера и отправляем его на самоуничтожение. Начиная с Марка 42, у костюмов появились очень интересные способности. Ну, во-первых, анимация превращения, или на диване, которая в точности повторяет фильм Железный Человек 3. Кстати, если мне повезет, то с небольшим шансом трансформация может зафейлиться, и... у меня вылетит Майнкрафт. Тогда расскажу вам про Гранд Сага. Это новая кроссплатформенная MMORPG с захватывающим сюжетом, красочной графикой и уникальными персонажами в аниме-стилистике, релиз которой состоится уже в этом году. В Гранд Сага вас ждет волшебное приключение, цель которого раскрыть зловещий заговор в королевстве с Фрозен. Вы сможете исследовать огромный фэнтезийный мир, развивать персонажей и кастомизировать их по своему вкусу с помощью смены экипировки и оружия. А возможность собрать отряд из трех героев и использовать их в бою одновременно, открывает широкий простор для боевых стратегий. Игра предлагает контент как для одиночных игроков, так и для фанатов командных сражений. Можно проходить квестовые ПВЕ-локации, или помериться силами с другими игроками на ПВП-арене. В отличие от многих других игр, в Гранд Сага все играбельные персонажи доступны сразу, а гача-система используется только для получения новых оружий и артефактов. Также в игре присутствует система лояльности персонажей. Взаимодействуя с ними, вы будете открывать новые детали их историй, глубже погружаясь в игровой сюжет. А если хочешь познакомиться поближе, отсканируй QR-код на экране и сделай фото с Кьюи, милой волшебницей, которая повелевает огнем. Гранд Сага выйдет на 4GAME в этом году, а скоро на проекте стартует закрытый бета-тест. Регистрируйся по моей ссылке в описании прямо сейчас, или сканируй QR-код на экране, чтобы получить гарантированный доступ к игре. Более того, за приглашение друзей вы получите еще больше подарков. Увидимся в Гранд Сага. И так как костюм может собираться по частям, тут есть его урезанная версия, которая состоит только из перчаток и ботинок. Ну и поэтому в ней можно только стрелять репульсорами и летать. Также у этого костюма есть режим охраны, в котором он будет защищать меня от любой опасности. Он всегда будет за мной ходить и даже летать. Но есть еще и другой режим, в котором уже я буду управлять костюмом. А вместо игрока, то есть меня, появляется моб с моим скином. Я могу использовать все те же способности, но появилась одна новая атака. И выглядит она вот так. Костюм разлетается на части и наносит ими урон. А если в таком режиме врезаться в стену, то костюм разобьется и меня вернет в тело игрока. У меня есть еще много костюмов, но у большинства из них способности повторяются. Кстати, да, когда я ставлю любой костюм, он появляется серым. Раньше можно было покрасить его в оригинальный цвет, нажав одну кнопку, но это убрали из-за авторских прав. И теперь цвет нужно настраивать вручную. И это, блин, вообще нелегко. Допустим, если я поставлю вот так, но он какой-то слишком красный. Прямо как кнопка подписаться. Да. Скорей нажимай на нее, если еще не подписан. И заодно напиши в комментариях свой любимый костюм железного человека. Любые костюмы, которые находятся в мире, можно увидеть на этом экране. И тут же их можно добавить в протокол семейный праздник. Включаю его, и все костюмы подлетают ко мне. Ну и я могу дать им команду атаковать. И теперь они все вместе бьют враждебных мобов. Но когда они закончили, можно отправить их на самоуничтожение. А этот костюм вы вряд ли знаете, потому что автор его придумал сам. И называется он «Железный человек из тумана». Наверное, это какая-то китайская отсылка, которую я не понимаю. Изначально у него есть все обычные способности, которые мы уже видели. Но при нажатии на красную кнопку достаются лезвия. И появляется еще больше способностей. Этот железный человек никого не жалеет и уничтожает все на своем пути. И это был только обычный удар. На остальные кнопки можно делать разные рывки, кувырки и очень жестокие удары. Которые сопровождаются кровавыми визуальными эффектами. Напоминает какие-то аниме-удары, ну хотя да, это китайский аддон, аниме, все вроде бы логично. Марк 15 это первый стелс-костюм Железного человека. А стелс это, конечно, невидимость. Я ее включаю, и тупые мобы сразу меня теряют. Но есть у него кое-что покруче. Я могу создать свою проекцию, а сам стану невидимым. И теперь все агрятся на него. Ну а он их быстро убивает. У меня есть еще грапплинг-рюк, не знаю зачем он Железному человеку, ну да ладно. Марк 17 не просто так называется сердцеед, а потому что у него усиленный реактор. А реактор это сердце Тони Старка, ну вы поняли. Для начала посмотрите на обычный выстрел из реактора, вроде неплохо. А вот усиленный выстрел, он уже намного сильнее. Марк 25 и 26 идеально подходят для Майнкрафта, потому что их особенность это дрели на руках. Их можно использовать не только в бою, но и для копания под землей. А нажимая сюда, я подпрыгиваю высоко вверх, заряжаюсь и ударяю молотками по земле, оставляя внушительный кратер. Дальше я могу задержать одну кнопку и начинаю копать по одному слою земли в радиусе 5 на 5. А ближайшие руды добываются автоматически. В общем, можно почувствовать себя тем самым соседом в 5 утра. На первый взгляд, Марк 39 является обычным костюмом с обычными способностями. Но его главная функция в Марвел это возможность находиться в космосе. Поэтому авторы добавили в Майнкрафт целую солнечную систему. Ну ладно, на самом деле это отдельный аддон, типа китайский Галактикрафт. И вместо того, чтобы делать ракету и лететь на ней в космос, можно долететь до него, используя Марк 39. Это займет немного времени, пока можете насладиться его уникальным следом. И вот, я уже в космосе. Посмотрите, как круто отсюда выглядит Земля. Но все же на другие планеты можно летать только с помощью ракеты. И вот так это происходит. Поехали. Я сейчас не буду показывать вам все планеты, но вот я на Луне, спокойно дышу, гуляю. О боже, что это? Переходим к фильму Капитан Америка Противостояние, где был показан новый костюм воителя. Первое, что у него есть, это дубинка, которая увеличивает урон. И его способности уже больше связаны с ракетами. Потому что у него есть и обычные, и самонаводящиеся ракеты. Также можно выпустить вот такой ряд ракет. И даже запустить снаряды в полете. Ну и куда же без пулемета на плече? А его самая сильная атака, это бесконечная ульта воителя. Я думаю, перед таким количеством взрывов никто не устоит. А для следующего костюма нам нужен вертолет. В нем можно летать, это конечно круто. Но самое главное, это вот эта кнопка. Которая надевает на меня костюм Марк 46 прямо в вертолете. Китайский Майнкрафт не перестает удивлять. В этом костюме добавилась ударная волна, слабая и сильная. И капкан, который на время задерживает врагов. У Марка 47 всего одна новая способность. И это мини-ускорители. Тут они подхватывают мобов и взрываются. А в фильме Тони их использовал для удерживания парома. Марк 48 это у нас второй холкбастер, который появлялся в фильме Война Бесконечности. Вызываем его с неба, костюм собирается. И вот так я могу в него зайти. Очень удобно, по лестнице. Этот костюм меньше первой версии, а значит более маневренный. Разорители пытаются меня догнать, но я быстрее. А теперь делаю удар ногой и они все отлетают. В этом холкбастере тоже можно летать и при этом сбивать все на своем пути. Ну хотя сбивать можно и без полета, используя способность таран. А еще можно подлететь и ударить кулаками по земле. Ну и конечно обычные репульсеры тоже можно использовать. В общем этот костюм идеально подходит для битв с большим количеством врагов. Особенно если они большие, типа Разорителя или Вардена. Марк 50 и 85 имеют почти одинаковые способности. Они выходили уже давно и наверное в ближайшее время автор их переделает. Но давайте посмотрим, что они из себя представляют на данный момент. Во-первых, эти костюмы выполнены в другом стиле. Предыдущие были в основном модельками, а эти в виде скина. Не знаю почему так, наверное как раз потому что они старые. Нажав на кулак, можно включить либо клинок, либо щит и использовать их в бою. Вот кстати их единственное отличие, у них разные текстуры щитов. Также можно стрелять из протоновой пушки, вроде бы она так называется. А в полете можно включить ускорение. Вот такие костюмы, ставь лайк, подписывайся и посмотри вот это видео, где я показывал еще больше супергероев в китайском Майнкрафте. Субтитры сделал DimaTorzok